Есть рецепты, которые поражают своей простотой и находчивостью. И сегодня мы приготовим два блюда из такого простого и доступного всем продукта, как батон, который можно купить в любом магазине. Мы начнем с приготовления вкусных бутербродов на мангале с сыром и зеленью. Начинаем с того, что раскатываем фольгу. Берем батон и делаем надрезы. Мы не нарезаем его глубоко и полностью, оставляем где-то по полсантиметра зазора внизу. Кладем его на фольгу. Теперь мы возьмем сыр. Когда я готовлю, я просто открываю холодильник и смотрю, что у меня есть. Например, может остаться немножко плавленого сыра. Не переживайте, берите все, что есть в холодильнике и используйте. Дальше засовываем в каждое отверстие по одному-два ломтика нашего сырочка. Я люблю, когда его много, потому что тогда масло из сыра впитывается в батон, и оно получается такое все жирное и вкусное. И теперь мы добавляем сюда зелень. Зелень можете взять любую. У меня это петрушка-укроп. Вот эти все листики мы рубим крупно. И в каждое отверстие теперь мы закладываем нашу зелень прямо поверх сыра. Зелень вообще очень полезная, вкусная и летом доступная вещь. Вот такой у нас получается красивый батон зелени. Дальше нам нужно его просто завернуть в фольгу и отправить на мангал. Солить не нужно. Соль уже есть в сыре. И ее вполне достаточно для того, чтобы сделать это блюдо соленым. Мы можем положить внутрь батона все, что угодно. Пожарьте лук, добавьте сало, возьмите овощи. Все это складываете внутрь и запекаете. И будут такие горячие бутерброды из всего, что есть в холодильнике. И теперь мы ставим наш батон на угли на мангале. Батон с зеленью будет готов через полчаса. А теперь мы сделаем десерт. Возьмем еще один батон и приготовим из него шарлотку. Это идеальное блюдо в случае, если у вас много детей. Если вы очень любите яблоки, то вы нарезаете батон тонкими ломтиками. Для того, чтобы туда поместилось много яблок и было много начинки. Берем яблоки, вырезаем семечки из яблок. Мы можем взять любые яблоки. Те, которые у вас есть, вот именно те используйте. Главное, чтобы вам было вкусно. Яблоки нарезаем тонкими ломтиками. Чистить их не нужно. Раскладываем точно так же, как раскладывали сыр, между ломтиками хлеба. Моя бабушка, когда готовила яблочный пирог, она всегда давала очень много яблок внутрь, очень много сахара. И у нее в итоге получалась такая яблочно-сахарная запеканка. Я на всю жизнь, пожалуй, думала, что этот пирог был самым вкусным в моей жизни. И только так я его и делаю сама. Такая у нас получается гусеница. Берем сметану и сахар. Я рекомендую на 200 грамм сметаны положить 100 грамм сахара. 100 грамм – это 6 столовых ложек. Нам нужно, чтобы сахар растворился в сметане. И теперь мы намазываем на батон. И чем больше сметаны с сахаром попадет на батон и на яблоки, тем слаще и вкуснее получится наша шарлотка. Заворачиваем батон в фольгу плотно, чтобы сметана не капала на угли. И отправляем в жар. Примерно на полчаса. Поскольку мы вначале готовили основное блюдо, а потом десерт, то пока мы съедим батон с зеленью, уже будет готова шарлотка. Так. Подхватим. Оп. Разворачиваем. Сыр расплавился. Зелень пустила сок. Все это смешалось. Выкладываем на тарелку. Можно сразу звать детей. И пока дети едят основное блюдо, свои бутерброды, мы подготовим десерт. Мы приготовили вкусный, полезный и быстрый обед из двух батонов и всего, что было в холодильнике. Приятного вам аппетита!